Ребята, всем привет! Посмотрите, где мы, посмотрите, где мы в это же NotFabroadcast! Мы дождались, прошло больше, нет, меньше года, но почти год, почти год, когда мы с вами играли, с тех пор, как мы с вами играли во вторую часть, и вот вышла новая, заключительная, третья глава нашей любимой истории. Я когда еще услышала музычку, вот эта вот, которая, она сейчас будет на загрузке, вы поймете какая, у меня прям ностальгия такая, да ты чё! Это же та игра, которую я начала записывать после фазмы, и которая вызвала у людей отклик, какой-то отклик, не такой, конечно, как фазма, но похожий, и я такая, боже мой, можно снимать другие игры, и люди тоже будут реагировать. Я немножко в другом углу расскажу, почему, пока мы будем грузиться. Вот эта вот музычка. Вы слышите, нет? Я сделаю ее потише, чтобы меня не глушило в лобе. Короче, почему я в этом углу? Потому что это тот самый угол, в котором я закрываю меньше всего пространства. Звучок я сейчас постараюсь выровнять. Надеюсь, что будет слышно и меня. Здесь озвучка русская. День 371, соразмерный ответ. Так что, в целом, мне тут особо ничего не надо будет комментировать. Так, текущее состояние долг заставляет нервничать. Вам за мной не видно, но я вам почитаю обязательно. День 371, соразмерный ответ. Остаток вашей смены прошел, как во сне. В голове повторялись одни и те же слова. Оперативники прогресса детонировали ядерные устройства. По первым оценкам, жертвы исчисляются миллионами. Неужели это правда? Вы паркуетесь возле дома, хотя совсем не помните, как сюда доехали. В гостиной горит свет, похоже, кто-то до сих пор не спит. Приоткрыв дверь в гостиную, вы видите, что Сэм сидит на диване перед телевизором. Телевизор выключен, и Сэм, невидящим взглядом, смотрит на погасший экран. Вы садитесь рядом и пытаетесь обнять. Не глядя на вас, Сэм накрывает ладонью вашу руку. Вы глядите на знакомое лицо и совершенно его не узнаете. Настолько чужое на нем застыло выражение. Крис и Сьюзи, они... Знаю, что будем делать? Что нам теперь делать? Они убили миллионы людей. Крис, Сьюзи, они убивают наших родных из-за этой проклятой войны, которая нам вообще не нужна. За слезами Сэм вы видите такое пламя ненависти, какого никогда от нее не ожидали. Она словно не в себе. Алекс, я знаю, ты не питаешь симпатией к прогрессу, но теперь уже очевидно, что они чудовища. Я должна знать, что ты это понял. Мы не можем оставаться в стороне. Мы должны сделать хоть что-нибудь. Так, ну прогресс поступил так, как требовалось. Хорошо, что они были готовы сделать все необходимое для нашей защиты. Точно нет. Кстати, если вы его только включили, такие, типа, не понимаете, что. Я там в начале видоса дам подсказочку на плейлист. Там еще старые записи, там старый звучок. Но если вы хотите понять, что, блин, происходит, посмотрите начало. Потому что, ну, сейчас очень долго объяснять, в общем, суть в том, что... Сейчас очень долго объяснять, но суть в том, в двух словах, здесь есть правящая партия, которая в прошлой серии взорвала ядерные заряды в соседних государствах, чтобы их приструнить, якобы, из-за угрозы. И, в общем, там пострадало очень много людей, исчислялось там миллионами. И... А я работаю на телевидении, которое как бы подчиняется правящей партии, что логично, но могу что-то с этим сделать. Вот это вот, конечно, фигня. Не так все просто, мы сами страдаем от этой войны, пора положить ей конец. Этому нет прощения, всякие, кто пытается их оправдать, становятся соучастником. Но, на самом деле, когда кто-то взрывает ядерную бомбу, которая убивает миллионы людей, этому нет прощения. Сэм заключает вас в объятия. Определенно, эта мысль лежала камнем на сердце у вас обоих. Вы сами толком не осознали произошедшее. Но, по крайней мере, вы пройдете через все это вместе. День 380. Последнее прощание. Последняя неделя прошла как во сне. Вы переделали кучу дел, но тут же о них забывали. Память будто туманом заволокло. С так называемой ночи освобождения, начало нового будущего прогресса прошло 9 дней. Сегодня, когда вы зашли в церковь, там уже толпился народ. Удивительно, как много людей пришли разделить ваше горе. У вас с ними одна общая боль и общее чувство утраты. Это написано на их лицах. Так же, как и на вашем. Вы отходите в сторонку, чтоб немного собраться с мыслями. Ваша малышка Сьюзи и Крис. Их обоих. Больше нет. С того вечера Сэм почти не говорит. Все еще в шоке. Но и вы были не лучше, так что винить тут некого. Сэм молча подходит и берет вас за руку, отчаянно ища утешение. И вы пожимаете руку в ответ. Где-то в глубине души вас мучает вопрос, нет ли в этом и вашей вины. Такие раны быстро не затягиваются. На этих похоронах не было даже гроба. Ого, нифига, мы скакнули. День 713. Утечка мозгов. Сегодня вполне обычное утро, но, идя к своему рабочему месту, вы замечаете, что в комнате отдыха толпится народ. Вы заходите налить себе чайку и невольно слышите взволнованный разговор. Да-да, еще один пропал без вести. Это уже который по счету? Да, их больше сотни. И это еще далеко не всех объявили в розыск. А я такая, извините, что случилось? Одна из коллег начинает объяснять вам ситуацию. В университете Квинсвью пропал еще один профессор. Судя по тому, как исчезали люди в прошлом году, ученые, доктора и следователи... Она делает паузу и переходит на шепот. Разлом охотится на тех, кто его критикует. Я слышала, будто прогрессу никак не удается предотвращать новые... Знакомый низкий голос, прозвучавший у вас за спиной, перебивает ее. Так, что здесь происходит? Разговор прерывается, и все включая вас, дружно поворачиваются ко входу. Откашлявшись, Боузман продолжает, это начальник наш. Я ведь говорил, что даже слышать не хочу про эти так называемые исчезновения. Бросьте эту ерунду, прогресс ясно ведь объяснил, что беспокоиться не о чем. А значит, это не наша проблема. Пока они не начали причислять к интеллигенции всех любителей капучино, никому здесь присутствующих бояться нечего. Идите лучше работать. Все поспешно расходятся по своим рабочим местам, но вам, Боузман, жестом приказывает остаться. Как Штирлицу. Слушай, я знаю, что ты всегда делаешь все, как тебе хочется. Но привычки придется менять. Теперь тут рулит прогресс, и они четко обозначили свои намерения. Официальная позиция канала первой такова. Правительство держит ситуацию под контролем. Ни больше, ни меньше. Надеюсь, я больше не услышу разговоров на эту тему. Он вежливо кивает вам и уходит. Как бы там ни было, судя по всему, телефонное право заработало на полную катушку. Короче, начали пропадать ученые, профессора, интеллигенция. День 872. Из искры возгорится пламя. Так, мы будем на смене-то сегодня или нет? Я просто сижу, блин, а нафига я камеру переносила? Проснувшись, вы с удивлением видите, что рядом спит Сэм. Похоже, накануне они с друзьями засиделись в баре. Вы решаете дать человеку поспать воскресным утром и тихонько спускаетесь на кухню. В доме царит тишина. Сорудив себе завтрак, вы несете тарелку в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Экстренный выпуск новостей. Из разных уголков страны мы получаем сообщения о пожарах, охвативших вчера вечером крупные участки сельскохозяйственных земель. Власти уже назвали это событие гнусным, хорошо спланированным терактом, за которым стоит группировка «Разлом». Вы роняете ложку в овсянку, увеличиваете громкость. Нападению подверглись продуктовые склады. Из-за этого, по словам источников правительства, увеличится нагрузка на центры стандартного меню по всей стране. Также в ходе вчерашней атаки пострадали некоторые ООС и общественные здания. Как заявила премьер-министр Джулия Солсбери, боевики атаковали тюрьмы и центры переобучения и справления, чтобы насильно вывести ряд неблагонадежных и потенциально опасных личностей. Затаив дыхание, вы слушаете новости, ожидая информации о жертвах. Увы, ООС было плохо подготовлено к подобной акции, а боевики разлома действовали организованно. К счастью, в большинстве зданий никого не было, так как нападение произошло поздним вечером, но все сотрудники центров исправления находились на рабочих местах. 17 офицеров Содружества и 4 административных работника погибли вчера вечером в результате зверского нападения разлома. Многие получили тяжелые ранения и были срочно досталены в больницы. Несколько боевиков разлома были задержаны, но большинству удалось скрыться. Мы будем держать вас в курсе новых подробностей. Вы выключаете телевизор. Но прежде вы успеваете кое-что заметить. На повторяющихся кадрах из дымящихся руин здания ООС... ООС, да, все правильно. Видна лежащая на земле зажигалка. Очень характерная зажигалка, она однозначно из Иркистана. Вы видите на корпусе гравировку, но буквы слишком мелкие, чтобы разобрать. Боже, во что вы с Чипи вляпались? Я забыла, кто такой Чипи. Кто такой Чипи? Есть вот кто-нибудь? Кто шарит? Напишите, кто такой Чипи. 912. О, наконец-таки смена. Все, ребята, ща будем работать. Ща будем работать. Ух, как мы будем работать. День 912. Восстание. Так, а че у меня кадры выпадают? Через полтора года после ночи освобождения. Ты меня слышишь? Алекс, это Алан Джеймс. Сегодня вечером гренит революция. Алекс, нам нужна твоя помощь. Во время эфира мы попросим тебя сделать то, что напрямую поможет нам в протесте. Я буду регулярно выходить на связь и подключаться к эфиру. С твоей помощью мы можем склонить чашу весов в нашу пользу. Если ты поставишь нашу запись во втором перерыве, это должно дать максимальный эффект. Она справа от тебя. Вот это? Во втором перерыве? Блин, не знаю, но я как будто бы отыгрываю, как будто я за прогресс, ой, за разлом, но я как будто бы, ну, как это сказать-то? Что? Ну? Как он? А я откуда знаю? А что, ты с ним не общалась? Он преступник в розыске, Колин. Моя бабуля тоже, но она всегда на связи. Твоя бабуля в розыске, Колин? Да. Налет, грабеж, неповиновение. Двойное убийство одного и того же чувака. Она у меня такая. Надеюсь, с ним все в порядке. Не надо. Он уже столько выдержал, и твой брат был в порядке. Внимание, 10 секунд! Что они там с ним делают? 10, наверное. Не наверное, а точно. И 5, 4, 3! Это не обсуждают Джереми, я так понимаю. Добрый вечер, наши вечерние новости в эфире на всех территориях. Я Меган Уолк. О главном за сегодня. Будущая легенда. Прошло 40 дней с того дня, как перебои устроили серию нападений на территориях. Во время скоординированной акции, впоследствии названной Ночь восстания, экстренные службы сосредоточились на сельскохозяйственных центрах, пока происходила серия тайных операций по освобождению политических заключенных, в том числе бывшего репортера Джереми Дональдсен. Хороший поставил ему кадр. А Джереми, с тех пор, как перебой напал на его конвой 6 недель назад. Дональдсен направлялся в улучшаттер после своего знаменитого выступления в суде. В улучшаттер. Сейчас, подождите. Мне надо... Не-не-не, звук, звук, звук. Мне надо музыку прямо, мне кажется, еще... Или это все с экранов идет? Давай тогда с экрана, наверное, чуть погромче. Все, что где бы он сейчас ни был, он в безопасности. Еда – прекрасная еда. Сегодня последние пищеблоки открылись на 5-й, 8-й, 14-й территориях. А прогресс подтвердил, что программа по обеспечению бесплатной едой всех жителей нового будущего работает на 100%. То, что началось как распределение рационов во время 20-недельной войны, выросло предмет зависти всего непробужденного мира. Представитель пищеблоков Джек Трактор Пен сегодня сказал, что они могут гарантировать лишь уровень питательности, содержимого каждой коробки. А вот вкус приготовленной вами еды зависит от того, готовите ли вы как кулинар Джордан Ранкли или же как профессиональный футболист. Был бы я богат. Беспорядки на территориях 11, 17 и 22 произошли сегодня из-за забастовки руководства против новой экономики. Совершенно не осознавая иронии, бывшие директора собрались и организовали профсоюз создателей богатства и требуют возвращения 150% бонусов, личных самолетов и общих зон для принудительного присмыкания. Прогресс оперативно ответил, если они смеются на местечке на работу медсестра или учителя, то смогут получить куда больше, чем раньше платили своим сотрудникам. До сих пор принять этот вызов еще никто не решился. Весело-весело. О себе напомнило непоколебимое сопротивление прогрессу его радикальной политике. Популярность движения Перебой продолжает нарастать по всем территориям. Он то Перебой, то Разлом. Проблема повстанческой организации появилась во всех крупных городах территории в результате скоординированного трюка, который оказался в заголовках... Это же типа одно и то же, они просто путают перевод. Об этой впечатляющей инсталляции представитель Перебоя Алан Джеймс сегодня сказал, что движение, так сказать, достигает своей критической массы. Сомнительный выбор слов с учетом недавних событий. Этим вечером завершились три истории, за которыми вы наблюдали. Усвистать под землю. София Риммингтон сегодня подала в отставку после того, как появилась информация об ужасающих проглоте... Две одинаковые картинки. ...в ее бюджетном жилом комплексе под землей. Типично дерзкая София, опрошенная у главного офиса Риммингтон-Свистового, как мы предполагаем, последний раз, заявила... Люди-краты не являются угрозой для компании, ведь там нет ни одного юриста, который мог бы заявить обратное. И света, чтобы заполнить документы, тоже нет. Не лучший конец для мисс Риммингтон после двух с половиной неоднородных лет управления компанией. Грибочек. Неожиданная новость. Сегодня двое знакомых нам ученых объявили о рождении особенного ребенка. Сворсборгенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхоргенхор Все нестабильнее и нестабильнее. Его трагическая кончина в возрасте всего 29 лет стала ударом буквально для десятков фанатов по всему миру. Помимо всего этого мы посетим весюльки в рамках программы «Доска объявлений», а также первыми увидим кое-что увлекательное. Все это сегодня вечером в наших вечерних новостях. Так, а как... А! Сейчас, 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 сейчас я сделаю. Я забыла, что там на оранжевой. Оранжевой это типа как перебою помогать, да? Хоть бы какой-нибудь туториал там бы сделали, сказали, что... Напоминаем, как это все работает. Первым делом напомню, что прошло 500 дней с момента, как мы потеряли прекрасного лидера и великого человека. Поэтому в начале сегодняшней программы мы почтим жизнь и память Питера Клемента. Питер Клемент умер? Капец! ...подготовит почву для того, что в будущем станет мемориальным садом в честь Питера. Патрик? ...народе, эта старая сука, с совершенно честным видом, врет, как она скучает по бедному уебку. И вообще, серьезно, с Питером было куда лучше. Было-было, я не боюсь сказать. Он ее осаживал, а теперь ее ничто не остановит. Но я же не могу это сказать, да? Что-то за рта есть. Нет-нет-нет, мы же госсобственность. Нам сегодня уже нельзя рта раскрыть, да? ...небольшие неполадки. Да не, она совсем с катушек съехала уже. Мне помощник сказал, что... Привет, Мэган, мы здесь, в прямом эфире из... Чего? Ой. Блин, там котик. Котик в каске. ...в прямом эфире, как только Патрик вернется. Пока что позволю себе отметить, что мемориальные сады будут выглядеть изумительно. Мне удалось взглянуть на проект, и Алана Марш сработала потрясающе. Так, похоже, нам удалось восстановить связь. И с нами в прямом эфире Патрик Беннон из парламентского парка. Патрик? Спасибо, Мэган. Я Патрик Беннон. И мы, наконец, в прямом эфире. Приношу извинения за технические неполадки, но уже в любую секунду Джулия Солсбери выйдет на сцену, находящуюся за моей садой. Алекс, это Боузнон. Мне передали, что запись смонтирована не полностью. Придется тебе делать все на лету. Помни, он должен выглядеть прилично. Кто он? В течение дня. Это Алан Джеймс. Ты можешь их подставить и помочь нам завоевать сердца людей. Так. Он должен выглядеть плохо и реально плохо. Кто он? Начинается. Премьер-министр Джулия Солсбери. Похвещение элегантности. Начинает свое выступление. Добрый вечер, дорогие соратники и друзья. 500 дней назад наша жизнь безвозвратно изменилась. Вот это нажимать? Нет, это не надо нажимать. Еще не придя в себя... А что вы хотите, чтобы я сделала? Жители только что объединившихся территорий познали великую потерю. Подожди, Клемент не умер. Потерю лидера, политика, дорогого друга и героя. Питера, Гордона, Клемента. Блин, я так торопилась, короче, это записывать, что надо было пересмотреть хотя бы последнюю. В 62 года объявила, разумеется, его команда 24 декабря. Всего через 6 недель после ночи освобождения. Или этого не было? Питер родился в рабочей семье в жилом районе Роттеринг. И учился на плотника до начала карьеры на телевидении. Сначала он занимался подготовкой декораций, а потом уже стал тем, кого мы все знали и любили. Передача «Просто работа» появилась на экранах более 25 лет назад. За 11 сезонов она заработала множество наград. Все, я поняла. Я поняла, надо показать, какой он дурачок. Питер учил нас, всех нас, никогда не останавливаться на достигнутом, не допускать неравенства в любом его виде. И он показал нам, как с ним бороться. С ним асом. Отвагой, честностью, участием и грёбаной работой на износ. Его карьера продлилась три десятилетия. Питер Клемент прославился участием в передаче «Подъём» сегодня с суббота. И более поздним ночном ток-шоу «Пити», чья аудитория составляла миллионы зрителей. Питер, конечно, не был святым. Поверьте, как-то он сказал, что чаще воровал обеду, чем жалел об этом. Он всегда умел нестандартно выражаться. Но это лишь говорит о силе его характера. Он мог рассказать не только о своих успехах, но и об ошибках. О своих недостатках и талантах. Блин, великая игра. Питер сочетал себе всё это и трудился на благо людей объединённых территорий. За время своей карьеры, известный своим сквернословием Питер Клемент произнёс более одного с половиной миллиона бранных слов в прямом эфире. Хотя некоторые источники настаивают на том, что только слов на букву «П» было больше двух миллионов. Сражённый тяжёлым недугом за несколько недель перед ночью освобождения, он стал не тем, кого мы любили. Но в его глазах всё равно оставался блеск любви к миру, искра мудрости и жизни, прожитой им ради других. Премьер-министр Клемент скончался в результате печёночной недостаточности, вызванной долгосрочными последствиями злоупотребления алкоголя. Мы познакомились где-то лет двадцать назад. Я ждала своего выступления. Не такого, как сейчас, конечно. И я тогда... Я облилась в кофе с ног до головы. И я была молодой, нервной, хотела всем нравиться. И тут я слышу, «Господи, милая, ты ли обоссалась, или дала течь, у тебя явно проблемы». И я не успела и слова сказать, как он снял себя. Да, кстати, в этой игре есть мат. Поэтому, если вам нет восемнадцати, не смотрите это. Мат я глушить не буду. Мудрым мыслителем. Настоящим лидером. Но главное... Хорошим человеком. Наша любимая великая страна. Столь прекрасная и юная. Путеводная звезда справедливости. Спасибо, Алекс. Скоро у нас будет новый шанс. Не благодарите. Жду. Мне просто кажется, что перебой тоже не так прост... Что? 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 Извините. Забыла переключать кадры. Он всегда останется парнем со штанами, который помог мне знакомке. Для меня будет великой честью представить вам мемориальный сад Питера Клемента. Меган как будто чуть-чуть поправилась относительно... Давай, Алекс, контролируй эфир. Мэм, нам надо уходить немедленно. Я не уйду, не могу. Эй! Вы двое за мной. На панике. Вот, сейчас вам... Мы обязательно... Да позовите врача! Не сопротивляйтесь! Не трожь меня! Лежите смирно! Все будет хорошо. Просто... Так, ладно. Вы двое... Да что за хуйня? Роты! Отвалите! Отвалите от меня! Вы выполняете? Вам понятно? Понятно вам или нет? Да, мэм. Не закрывай глаза. Жесть какая. Так. Так, на меня. Смотрите на меня. Я ничего не слышу. Так, вот сюда садись. Жим, только не отключайтесь. Не отключайтесь. Нет, 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 нет. Нет, не теряйте. Да помогите мне! Прошу. Солсбери еще здесь. Еще двое. Северо-восточный вход. Цель приближается. Соловью грозит опасность. Жулия Солсбери! Ты повинна убийстве. Более десяти миллионов человек. У него пушка. Правосудие требует ответа. Вам что, недостаточно? Оглядитесь. Вот так выглядит ваша драгоценная свобода. Не стрелять! Господи. Территории, вставайте! Нет, нет, нет. Почему? Начинайте пожары. Бейте окна. Нас всех они не остановят. Братя Рожь. О, Господи, Боже. Медик, вам нужен леживо. Было получено разрешение на Сантиград, мэм. Не было нужды. Ждут липые. Твою мать. Пожалуйста. Я сказала, пожалуйста, выключите. Шокирующие кадры из столицы эксклюзивно в наших вечерних новостях. Мы приносим извинения зрителям, которых могу расстроить произошедшие тень. Ну, я расстроилась. Но наши вечерние новости призваны транслировать только неприкрытую правду, как она есть. И за это мы извиняться не станем. Мы обязательно расскажем о последствиях этого нападения перебоя позже. А пока что отвлечемся на более позитивную тему. И теперь вы уже знаете, о чем я. Не переключайтесь, мы вернемся сразу после... Я не буду включать их в эту... Кто-нибудь знает все... Алекс, это было плохо. Но надежда исправить все еще есть. Это уже становится еженедельной традицией. Нет. Сегодня было хуже. Куда масштабнее. Класс. Там у нас на улице творится революция. А мы едем, блядь, в весюльки. Журналистика как она есть. Готовьте площадку для эфира. С, оценка блока, серьезно? Слушайте, ну я не хочу включать их рекламу. Они какие-то террористы. Ну это было понятно, что там не будет белого и черного. Естественно, там будут полутона. Но как бы Джулия тоже там, да, показали же, что она бросилась к тому чуваку, которого подстрелили. А вам не видно, да? Мне С поставили. За мной, за камерой написано оценка блока. Мне поставили три. Ну я там косячила, я там забыла переключать кадры. Вот это все. Ну я вспоминаю, я просто вспоминаю, как это было. Как это работало. Надо было, наверное, пересмотреть последний выпуск на канале. Но я еще раз повторю, я так торопилась записать. В следующем блоке наш оператор в отделе новостей должен показать нашим людям точку на карте. Мы не знаем пока, за какой он камерой. Но как только узнаем, я скажу. Просто смотри внимательно. И когда увидишь кулак, продержи его в эфире хотя бы пять секунд. А давай нет. Остальное сделают наши оперативники. Давай ты не будешь мне указывать, что делать. Я вообще не хочу. Меган, это твой новый гример, Крейг? Сразу нет. Что? Нет. Внимание, 10 секунд. Просто Крейг нет, значит нет. Ладно, мы начинаем. Крейг классный. И пять, четыре, три. И с вами снова наши вечерние новости. И я, Меган Уолф. Уже очень скоро мы сможем увидеть заключительный выпуск той самой сенсационной рубрики «Доска объявлений». Но сначала поболтаем с Филиппой Рейден. Как думаете, почему так сильно любят «Доску объявлений»? Потому что там всё по-настоящему. Вот как есть. Люди чувствуют родство, понимаешь? Они смотрят на нас и осознают, что это настоящие люди с настоящими проблемами. Какая интересная точка зрения. Да, то есть я как раз говорила помощнице моей секретарши, когда выходила из лимузина, что народу полезно видеть на экране обычных людей из жизни, похожих на них самих. Ммм, людей как вы? Да, именно. Ладно. К сожалению, тут же ко мне привязался какой-то нищеброд, моливший об автографе, но охрана быстрым пинком вернула его на место в очереди. Да, прекрасно, что на экранах полно таких близких людям историй. Итак, «Доска объявлений» подходит к концу после нахождения на пике славы. Что же сделало её настолько популярной? Ох, сочетание совершенно разных вещей. Таких как мой труд, мой талант, моя внешность. Много поводов для благодарности. Эй, эй, не благодарите. Мне должно быть наш человек за четвертый. Это реально как-то на личную жизнь. Теперь я по-настоящему поняла, что значит ответственность. Знаешь, это чувство, когда тебе доверяют что-то невероятно важное. Я поняла, что могу нести в мир добро. Да, по-моему, это вот действительно важно, чтобы мы могли нести в мир добро. Я согласна. Вот именно. Поэтому я решила помочь стольким обездоленным детям, скольким... Нигде не вышло, Алис. Эй, ты, это же замечательно. Попробуй передать сообщение. Вы помогаете им с образованием? Или, может, боретесь с детской нищетой? Нет, я просто удочеряю и усыновляю как можно больше. А, ладно. И сколько детей уже удалось приютить? О, ну тут счет идет уже на десятки, Мэган. Я перестала считать после тридцати. Божечки, много как детей-то. Да, но если дверь комнаты перестанет закрываться, просто выделим шкаф в прачечной. Да вы прям просто героиня какая-то. Ну, что сказать, я живу привилегированной жизнью. И любой ребенок под моим крылом наконец может забыть, что такое страдание. Бедные дети. Неужели им раньше так плохо жилось? Они северяне, поэтому, наверное... О, ладно. Да, и если так посчитать, то всего у одного из десяти тысяч детей есть знаменитые родители. Никогда об этом не думала в таком случае. И я делаю что могу, чтобы улучшить этот показатель. Что же делает настолько желанным ваш образ жизни? Возможно, стыд и ужас, смешанные с дорогой минералкой. Поэтому, если кто-то хочет на мое место, с радостью поменялись. Ага, вот это я уже понимаю. Ладно, пришло время готовиться. С нами была Филиппа Рейден, которая рассказала о своем образе жизни. По-моему, очень важно не терять берегов и смотреть на мир трезвым взглядом. Хотя тут явно не все со мной согласятся. Но, пожалуй, хватит об этом и обо мне. Нам пора в весюльке на самый последний выпуск «Доски объявлений». Блин, я не успела. О, да? Спасибо. Ну и день. Чаек с утра. Потом это объявление повесить. И как я вообще со всем этим справляюсь? А, да. Кажется так. Алкоголь-то не смешно, если что. Оу! Святой Варнава! А что это еще такое? Не с места отродье! О, Лора! Это ты! На секунду я подумал, что ты бандит с ножом и пырнешь меня! Ха! Увы, это всего лишь я. Офицер общественного содружества. Ответственный за поддержание уровня преступности на рекордно низком уровне. Ну, конечно! Я все забываю, что ты и твои коллеги избавили наши улицы от преступности. А это что такое, Викарий? Да и не говори. Это просто позор. Кто ты? Мы передали координаты через свои каналы. Тебе нужно только подать сигнал к началу. Включи нам три фу подряд. На следующие три реплики. Да отстань не буду. Не хочу. Осторожно, Викарий. Выглядит тяжеловато. Ха! Не зря же меня называют крестным качком. Ты пропустил. Ну, не выходит. Похоже, что все занятия крест-питом были напрасными. Ты, юная ОСО, сможешь все убрать. Аликс, какого хуя ты наступишь? Да потому что вы, блин, чертовы террористы. А-а-я! Отлично, капитан Эванс! Вы настолько сильнее нас! Я не хочу. Особенно меня, старого слабака. Это самое малое, что я могу сделать для сообщества. А-а-а! Что, еще не удалось поймать этого черта? К сожалению, нет. Этой ночью Харек снова совершил набег. Когда Рэй открыл почтовое отделение сегодня утром, он обнаружил, что все в марке до единой были облизаны. Мой бомб! Ни стыда, ни совести. Я боюсь. Если мы до завтра его не поймаем, нам придется отменить сельскую ярмарку. Не волнуйтесь, мы этого не допустим. Да, викарий? Нет, нет, нет. Лора, скажи, А почему его называют Харьком? Некоторые говорят, что из-за его скрытного характера. Но на самом деле, потому что после каждого нападения он оставляет за собой отвратительный аромат мочи. Не волнуйтесь, офицер. Мы поймаем этого ссыкливого надоеду и спасем ярмарку. Или мое имя не капитан. Опасность Эванс. Общественное содружество делает, что может. Но им просто не хватает мозгов, чтобы раскрыть это дело. Зато я знаю, у кого хватит. У того, кто вот-вот раскроет эту загадку. У меня. Гасим свет. Вот и утро сельской ярмарки. Благодаря театральным условностям. Надеюсь, все пройдет по плану. О, смотри, миссис Крейвин готовит лоток с тортами. А там началась подготовка к шоу о мотоциклах, которая явно не по карману для живого телевидения. Я устрою кокосовый тир. А ты за что отвечаешь, викарий? Сначала я проведу лотерею, а потом буду отпускать грехи за деньги. Ты разве не оцениваешь джем? Да больше не лезет. О, это же крик миссис Крейвен. Глядите, похоже, кто-то отсосал весь джем из ее пончиков. Новое нападение клятого хорька! И что же нам делать? Я очень компетентна, но я понятия не имею, как раскрыть это дело. Видимо. Нам все же придется отменить ярмарку. А ну-ка, стоять, хорек. Я? Ты что, опять из огнетушителей напился? Да не ты, а викарий. Я не знаю, о чем вы говорите. А ну признайся, ты хотел, чтобы ярмарку отменили, и у тебя появился выходной, так ведь? Я и так работаю по воскресеньям. Я не хочу работать два дня в неделю. Вот эта драматургия. Но как вы догадались? Ну, моей первой уликой стал запах. Да, от меня несет почой. Потом я заметил, что у викария очень пересох язык. Да так, словно он облизал тысячи и тысячи марок. Или он отведал выпечку миссис Крейвен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что привело меня к третьей улике. Викарий сказал, что в него не влезет больше джема. Как будто бы он им уже наелся. Именно. И только из-за этого вы обо всем догадались? Ну, я еще... Нашел это на месте преступления. Это ничего не доказывает. Уведите его отсюда, офицер. Вы справились, капитан. Вы, можно сказать, учуяли его след. Эй, идем. Закатим вечеринку в моем огромном саду. Дела у меня что надо. Благодаря вам они и у нас идут как надо. Вот и все. Самая последняя серия доски объявлений. Достойное завершение. Спасибо Джеффу, Филиппе и Томми. После перерыва мы будем и танцевать, и учиться одновременно. Так что не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Реклама пошла. Все молодцы. Все молодцы. Ну просто прекрасно, да? Так спец. Это важно. Сегодня наш единственный шанс. Пожалуйста, поставь наш ролик. Не буду оставить ваш ролик. Так, секунду. Так, ребята, ссори, надо было дойти буквально на 5 минут. А пока я ходила, я что-то такая подумала. Может поставим все-таки рекламу от чувака. От перебоя. Я просто, блин, я немножко... Ну как бы и те, и те неправы, да? Ну... Нельзя, наверное, сравнивать ядерный взрыв, где погибли миллион людей, и вот такой теракт, чтобы привлечь внимание... Так, лампа. Лампу отодвинула. Может быть, нам все-таки как-то помочь перебою? Или ладно уже, давайте сегодня уже не будем. Ничего не будем вставить. Ты же придешь на автопати? Да твою же! О, мне дали 5 с плюсом, кстати, за этот блог. Ну, потому что я вела себя хорошо. Шеф бы нагордился. Так, ну что? Третий эфир. Пожалуйста, Сара, что у нас? Дети мои, мне нельзя об этом говорить. Вы хоть в безопасности? Привет, я Мэдди. Дженни дела спросить, нужно ли вам подправить макияж? Вот как. А это мой оттенок, да? Э, да. Вот так, мой оттенок. Беги обратно к Дженни. Извини за это, Сара. Как ты мне ничего не скажешь? Вообще? Никто не умер, больше ничего. И 10 секунд! Ты чего? Она вся в слезах. И 5, 4, 3. В эфире наши вечерние новости. В следующем блоге мы попытаемся вернуться к Патрику Беннону для репортажа с места шокирующего нападения Перебоя. Но сначала ко мне присоединится актерский состав супер-успешного мюзикла, о котором все столько говорят. Они будут здесь уже совсем скоро, а мы сперва посмотрим на их выступление. Поприветствуем же в наших вечерних новостях Необуляшки. Необуляшки? Что? Алло. Доктор? Я поняла. Спасибо, что сообщили. Моя жизнь хороша, я счастливая жена. На работе меня ждет повышение. Я замужем за Джоном, И он будет дома скоро И ждет его с порога Наших всех надежд крушения Вместе пили кофе утром Жаркий секс был по ночам Были счастливы друг другом Говорили по душам Было полное созвучье Денег было не впритык Но цветок благополучия Окончательно пони Блин, сбилось Я дома Ой, милый Джон Рожащий тель Диагноз подтвержден С врачом я говорила Позвонил сюда мне Он советую присесть Ведь эта новость просто жесть УЗИ не сделала сюрприз О боже, Джон, держись У тебя рак? Уже, Джон, ты будешь папой Все это лохо Хотел утрожь, я ведь не упрекнешь Всегда по две резинки И не было заминки Жизнь была рекламой Единство двух сердец Но нам пришел везде Ты будешь мамой В книжном клубе мне нальют Не вина Вероятность массажа исключена Аквалов несет мочой В доме пью, шоу, долой Никаких нам вечеринок На территории и чужой Не поспит мы больше до опозна Да и сказать по-честному Раз нами так сна Больше никаких погод Самый поздний Никаких тебе концертов От любимейших групп Ориентация другая Нас могла бы сместить У этих суперских ребят Нет причин для нас Я больше не попуту одна Со спиненогрызом рядом Всегда О, да! Мы живем лишь для себя Ты есть у меня Есть я у тебя Нам бы гулять веселей О, это жизнь без детей Никто не заходится в безумном вое Не надо переклеивать А мой счастливый муж Жена веселей О, это жизнь без детей Мы папа и мама Мы папа и мама Это наша драма Мы папа и мама Пора забыть о пляже и море Мы даже не думаем мечтать о пляже О, это сердце и веселье Тебе реконуваться в белье Мы папа и мама Теперь у нас новая жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Я забыла нажать на аплодисмент Боже Я обожаю мюзиклы в этой игре Это великолепно Здравствуйте Привет, Мэган Вы здесь? Че для нас? Правда, вы поклонники нашего шоу? Да, были Что ж Сразу о главном О вашем потрясающем мюзикле С которым вы как-то умудряетесь Не только выступать каждый вечер И еще днями по средам и субботам Да Вы также являетесь его создателями, правда? Ну, идея принадлежала всем нам Правда, потом кое-кто поработал Над сценарием по-настоящему Но нет, это была командная работа О, замечательно Как нехорошо с моей стороны Я вас не представила Так и меня следующий заменит Давайте по порядку Привет, я Джек Привет Джем Блант Рад встречи Дженнифер Бором Будли Привет, я Джон Джон Цепли Я раньше выступал профессионально А я Джилл Две Л А я Дженет Самая молодая Просто чудесно И вы все были друзьями еще до этого Вот это совпадение, правда? Ну, то, что все ваши имена Начинаются на Джей О, мой бог, народ Все наши имена Начинаются на Джей И почему мы этого не замечали? Потому что вам не приходилось Печатать их тысячу раз Ты знала? Почему ты нам не сказала? Я думала, все в курсе Ёлки, это ж очевидно Я думала, мы ради смеха Просто об этом не упоминаем И насколько я знаю Вы не только друзья Но еще и пары в реальной жизни Как и в мюзикле Ну, не совсем О, нет Я бы за такого никогда Я с Дженет А я дам нам Он счастливчик Мы с Джимом, Дженеты Четыре чудных года Ого, трудно, наверное, было Не запутаться на репетициях Видели бы вы, черновеек Джен решила, что Джек Сыграет Джима Я Джека Джен, Дженет Джилл, Джен А Дженет Джилл А что же Джон? Ну, изначально мой персонаж был просто мужчина номер один Это была аллегория Это очень сбивало Ну, не профессионалов Ну, после споров и сомнений Криков и стонов И Джина с Тоником Мы решили просто использовать наши настоящие имена Что, конечно, немного неверно Но зато мы не путались в гримёрках Ох да, было бы как-то совсем неловко, наверное Вообще, когда я только написала всё Мы думали, что сыграем его пару раз в сельском клубе Но, когда я регистрировала спектакль в департаменте На него обратил внимание кто-то из чиновников Мы тут же взлетели на пик славы и привезли наш спектакль в столицу И это всё было так внезапно, правда? А мне всего девятнадцать Я самая молодая Это совсем не обязательно повторять Мне пришлось забыть о своей карьере в морге О, да, нам всем пришлось переехать в столицу Я убил свою работу Безумное было время Так спокойно Никаких песен В вашем спектакле же нет никакой Внимание, Аликс Запикивай радуй Он о детях Это кто сказал? И о том, что их не надо заводить В некотором смысле повестка всё же есть Наша группа потрудилась И как орёк Подожди, это Болзман? Но это нет, по-моему Есть даже отсылки на прогресс Хотя это, конечно, не основная цель Она направлена на женщин, которым примерно 22 года И до 35 лет Именно их может настигнуть эта ужасная беда Ужасная беда? Это о детях Вы же понимаете, Меган И вы явно согласны Мы понимаем, что семья — это группа людей Но даже пары, внимательные как орёл Видят, что прогресс их жизни останавливается с деторождением И наша цель — помочь им осознать, что 22 года или раньше Это уже не беззаботный возраст Как тебя понесло, милая Обычно я больше всех болтаю, потому что я Ты моложе всех Мы знаем Это не повод для гордости Дженнифер, пожалуйста, не обижай Дженнифер О, согласен, Джон Спасибо, Джек, проблема Тогда, может, просто расскажете, о чём именно ваш спектакль Что там происходит? Да, что ж Давайте Это трагедия, разумеется Дженнифер, то есть я и Джон заводят ребёнка А потом мы видим, как рушатся их надежды и мечты И там куча песен И танцы Куча Моя героиня из пищеблока Группа раздачи Как орёл она подмечает, что её подруга, вступившая в прогресс Падает в пучину отчаяния Теряет цель в жизни, становясь аудиторией рекламы детских товаров 22 года И решает пойти на крайность Больше ничего не могу рассказать Я и так уже слишком многое открыла Так нельзя Захватывающе Спасибо, что заглянули к нам в гости Надеюсь, вы сможете станцевать на сцене ещё много раз С нами были необыляшки А я рада сообщить, что мы возвращаемся к Патрику Беннену Чтобы узнать последние новости с места происшествия тех ужасных событий Патрик, как вы там? Спасибо, Мэган Я А где Патрик реально? Веду свой репортаж с места, где произошло ужасное и знаковое нападение совсем недавно Атака, жертвой которой оказался в том числе и я сам Я всё ещё в шоке и немного оглох, Мэган Поэтому простите меня за то, что пора взять интервью премьер-министра Миссис Солсбери Ещё здесь наш премьер-министр Я не могла уйти Здесь стольким нужна помощь Любой командный игрок сделал бы так же Человечность не требует похвал Да, никаких похвал Или опахал Или халвы Так Сейчас ситуация... Мы в кондиции? Да, эм Служба охраны без всякого колебания выполнила свой долг И я хочу успокоить зрителей Несмотря на ранения, никто из гражданских сегодня не погиб О, отличные новости о гражд... Стоп, вы... Никто не погиб? Верно Из числа гражданских Только четверо террористов перебоя С которыми справились наши сплочённые силы безопасности Если можно, я бы хотела обратиться к зрителям О, конечно, камера вот... А, её говорите, туда вот Останьтесь дома Не станьте ещё одной жертвой войны Перебой нанёс удар Но, как почивший Питер Клеммент однажды сказал Сегодня Этому конец Спасибо, премьер-министр, за ободряющие слова ободрения Передаю слово в студию, Мэган, да Мы в студии с Мэган Вулф, да Патрик Беннон с отважным репортажем Прямо с места сегодняшнего кошмарного теракта Тебе бы обратиться к врачу, Патрик Что ж, на этом мы заканчиваем выпуск наших вечерних новостей Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, эти помехи. Он не будет больше эфиров. Так, It Ends Today получен достижение. Блок С, точнее первый блок у нас С, потом А+, А+, и оценка эфира А. Ну что ж, ребятки, давайте на этом заканчивать. Интересная получилась серия. Интересно, что перебой нам тоже начали показывать с неприятных каких-то неприглядных сторон. Но, возможно, стоило их все-таки поддержать. Не знаю. Меня как-то вот прям очень сильно расстроил этот эфир с терактом. И почему-то я как-то вот не захотела сегодня оказывать им содействие. Но может быть, может быть в следующий эфир, наверное, случится что-то еще. Из-за чего я поменяю свою точку зрения. Но главное-то главное, что игра все еще та. Игра-пушка. Игра, она вот как была в первой главе, в первом эпизоде, во втором эпизоде, в третьем эпизоде. Она все так же удивляет. Уникальная вообще вещь. Перед тем, как это записывать, в стиме увидела сообщение, что, в общем, Not for Broadcast попал в книгу рекордов Гиннеса, как игра с наибольшим объемом записанных вот этих видеороликов, видеофрагментов со стоящими актерами. Ну, потому что, если вы просто подумаете об этом, это реально куча материала с разными концовками. Тут разные есть сюжетные линии, да, которые убирают игрок. И это все было отснято с настоящими людьми, что было очень сложно в пандемию. Короче, я очень-очень сильно рада за разравов. Not for Broadcast все еще тот. Напишите обязательно в комментариях, ждали ли вы эту игру так, как ждала ее я. Ну, все, пожалуй. Пишите комментарии, как я уже сказала. Ставьте лайки и подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.